Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Курс молодого вожатого. В Анапе представители лучших детских лагерей подбирали себе кадры. Благоухающее великолепие. Более 150 тысяч цветов украсили весеннюю Анапу. Куда пойти и как доехать. Программа мероприятий – график движения общественного транспорта на майских праздниках. Акция «Десант славы» прошла сегодня около памятника Дмитрию Калинину в районе села Варваровка. Почтить память советских героев, моряков, погибших здесь во время Великой Отечественной войны, пришли все желающие. Студенты, школьники, молодежь Анапы, ветераны и представители администрации города-курорта. У Владимира Сайгушкина отец прошел всю войну, от Сталинграда до Праги. Сам Владимир пошел по его стопам. Теперь он в отставке. А профессия родину защищать в их семье главное уже в четвертом поколении. И сын, и внук Владимира выбрали военную службу. Есть такие товарищи, грубо говоря, товарищи, которые мне другой раз говорят, а что ты идешь в школу к детям, что ты идешь в дом культуры к детям, оно тебе это надо? А я говорю, да, это надо не только мне, это им надо, чтобы они были верными нашему отечеству. О подвиге отряда разведчиков капитана Калинина в нашем городе знает, пожалуй, каждый. История о бесстрашных моряках вошла в летопись Великой Отечественной войны. Вот уже 13 лет, в конце апреля, анапчане собираются здесь, чтобы возложить цветы к памятнику. Мы проводим военно-патриотическую акцию «Десант славу». И эта акция, ребята, особенно вам, говорю, вы, наверное, впервые принимаете в ней участие. Но хочу сказать, что вы сегодня принимаете участие, важное участие в жизни нашего города. Потому что, слава богу, эта акция стала не только традицией нашего города, она стала важнейшей частичкой жизни нашей большой семьи под названием город-курорт Анапы. А для участников акции организаторы уже в который раз проводят военно-спортивные соревнования с полосой препятствий и стрельбой из автомата. Каждая из команд покажет себя и в творческом конкурсе. А по итогам выберут лучшую команду. Впрочем, уверяют организаторы, без подарков никто не останется. А победитель получит переходящий кубок. В ближайшие дни ветераны и труженики тыла получат персональные поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина в 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Почтальону Кубани доставят свыше 57 тысяч таких посланий. При отсутствии ветеранов по указанным адресам почта будет совместно с Пенсионным фондом проверять корректность адресных данных получателей и доставлять поздравления на новый адрес в пределах Российской Федерации. И к другим темам. Из 150 финалистов проекта «Кубанская школа вожатых» примерно половина – анапчане. Всего в Краснодарском крае действовали 4 площадки, на которых молодые люди проходили ускоренные курсы. Одна из них в городе-курорте. Здесь же в эти дни подводят итоги. Выпускники пишут резюме, проходят собеседование у представителей детских центров, а также организаторов молодежного форума «Регион-93». Это собеседование для желающих работать вожатыми. Оно проходит на пяти площадках. Среди работодателей – всероссийские детские центры «Смена» и «Орленок», а также организаторы Всекубанского молодежного форума «Регион-93». К работодателям с резюме заходят участники проекта «Кубанская школа вожатых». С начала года они трижды собирались на двухдневные образовательные сессии, которые проходили на четырех площадках по всему краю, в том числе и в Анапе. Желающих работать всегда хватает, но активных, позитивных, ребят, которые умеют повести за собой, которые не боятся трудностей, вот, наверное, их хватает только, если мы им поможем в этом. Как увлечь интересным делом, как организовать поход? Молодым людям преподавали теорию и практику. Отбор был многоступенчатым. Фиксировалась ежедневная активность участников, был теоретический тест и защита проекта. Организаторы понимают, что за шесть дней выучить на вожатых нельзя. Стояла задача заложить базу, от которой можно будет отталкиваться, развиваясь дальше. Я оцениваю очень хорошо их, потенциально, потому что шесть дней, сами понимаете, еще нельзя говорить о том, что они профессиональные вожатые, но они потенциально хотят и могут ими стать. Анна Диденко из станицы Ленинградская. Учится в колледже. Два года подряд работала в адаптационном лагере для абитуриентов. Я примерно представляла, что и как там делается, но я думала, что я прям гений, я это все знаю. А тут оказывается, что в 10 лет, например, ребенок наиболее стрессоустойчив, и он более адекватно относится к критике, чем в 14. И это оказывается сложно. Я не знала, что я умею разговаривать микрофон. На публике. Делать какие-то публичные заявления, поднимать руку. Я боялась задавать какой-то вопрос. То есть я боялась публики. Допустим, для себя я поборолу этот страх. Это финал. Из 800 участников остались 150. Две трети из них этим летом устроятся на работу. А еще треть, как говорят организаторы, будут находиться в резерве. Сегодняшние результаты работы Кубанской школы вожатых, я хочу оценить, очень высокие. Выражается в подготовке ребят, в заинтересованности ребят. Прям у них глазки горят, когда с ними разговариваешь на тему работы в пионерских лагерях с детьми. Просто зажигалочки. Как отметил Андрей Брежак, лишними хорошие специалисты никогда не будут. Организаторы отмечают, что у многих участников была возможность подправить свои выпускные работы. Кроме того, двери Кубанской школы вожатых будут открыты для них и в следующем году. Классификация объектов размещения к чемпионату мира по футболу 2018 на Кубани идет с опережением графика. Звезды получили уже более 2000 объектов туристской индустрии. Почти 80% от общего количества. Показатель, установленный на май 2016 года, перевыполнен на регионе почти на 10%. Такие данные сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Куделя. Цитирую, решение этого вопроса на федеральном уровне позволит повысить конкурентоспособность туристских услуг и привлекательность средств размещения региона, увеличив туристский поток внутреннего и въездного туризма за счет укрепления доверия потребителей к оценке соответствия присвоенной категории. Конец цитаты. Напомним, с 1 июля этого года классификация становится обязательной для всех средств размещения. Цветочные часы обновили. Сегодня коммунальщики привели в порядок одну из городских достопримечательностей. Цветы высаживали в этот день и на набережной. Работа идет по всему городу. Недавно в Ореховой роще дополнительно высадили 3000 кустов роз. Более 150 тысяч цветов украсили клумбой газоны Анапы. Почти полтысячи деревьев дополнили зеленый наряд курорта. И это все не окончательные цифры. Напомню, глава Анапы Сергей Сергеев поручил городским службам провести ревизию всех зеленых насаждений и на месте каждого погибшего дерева высадить новое. Сегодня это поручение успешно выполняется. На Кубани подвели спортивные итоги 2015 года. Краснодарский край вошел в пятерку регионов-лидеров по развитию спорта в России. Такие результаты озвучили накануне на краевом совещании. На сегодняшний день в Краснодарском крае систематически занимаются физической культурой более двух миллионов кубанцев. Почти каждый второй житель посещает спортзал, секцию или просто тренируется во дворе. В нынешнем году в крае планируют открыть пять плавательных бассейнов «Ледовый дворец». Дополнительные средства выделены из бюджета региона на строительство детских спортплощадок. Как сообщил заместитель губернатора Николай Далуда, цитирую, «Сегодня и министр спорта России, и губернатор края ставят задачу приблизить занятия спортом в шаговой доступности, то есть чтобы рядом с домом, с местом проживания были какие-то плоскостные спортивные сооружения или залы, где можно было бы заниматься различными упражнениями». Конец цитаты. Кубанским городам останется наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года. В ходе подготовки к ЧМ в крае планируется построить девять площадок, где спортсмены будут проводить свои тренировки. Как сообщалось ранее, два таких мини-стадиона, рассчитанные на 500 зрителей каждый, планируется построить на территории Анапы. Они будут полностью оборудованы. В проект включены как подтрибунные помещения, раздевалки, так и массажные кабинеты, ведь строят объекты в соответствии с требованиями ФИФА. После завершения Чемпионата эти площадки будут переданы в пользование муниципалитету. Праздник весны и труда ожидается в Анапе интересным и насыщенным. Традиционная демонстрация концерта на самый разный вкус, первомайское настроение горожанам и гостям курорта обеспечено. Шествие трудовых коллективов предприятий «Здравниц» общественных организаций начнется в 10 утра. Оно пройдет по улицам Крымской и Астраханской на Театральную площадь. Сразу по его окончанию здесь же состоится праздничный концерт «Анапская музыкальная весна» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей курорта. В 11.30 на сценической площадке «Ракушки» на улице Горького настроение анапчанам и их гостям поднимет выступление муниципального духового оркестра «Виртуоза Анапы». В полдень в городском театре пройдет праздничный концерт «Мы – будущее своей страны», на котором выступят творческие коллективы курорта. Внимание у жителей и гостей курорта! Во время шествия трудовых коллективов по улицам Крымской и Астраханской движение автобусов маршрута регулярного сообщения будет осуществляться по улицам Самбурово и Шевченко. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.